В Люберцах завершились отборочные этапы детского фестиваля искусств. Впереди участников ждет большой гала-концерт. За три конкурсных дня свои таланты показали более 600 человек. Как прошли второй и третий день фестиваля, узнали мои коллеги. Второй день и пять номинаций. Скрипка, фортепиано, духовые, академическое и эстрадное пение. Валентин Лапшин играет на трубе 7 лет. В прошлом году стал обладателем гран-при. И снова вернулся покорять сердца жюри и зрителей. Здесь очень хорошая организация. Тут очень хороший конкурс, мне нравится. И зал хороший. А соперники как? Соперники тоже сильные. Еще одна номинация – изобразительное искусство. В картинной галерее представлено более 40 детских работ. Для их создания конкурсанты использовали карандаши, акварель, гуашь и масло. Предлагаю вот эту работу смотреть. Вот такая замечательная работа. Самая цветная здесь работа. Вот она очень творческая. Что мне особенно приятно в этом году. Во-первых, больше работ. И отношение к своим произведениям у юных художников, оно значительно улучшилось. То есть, посмотрите, все работы оформлены в рамке. Все это аккуратно. Вот этот процесс создания достойных художественных произведений, воспоявающих наш родной край, нашу жизнь. Вот здесь много сюжетных работ. В этом году еще и год семьи. Тут вот есть работа, посвященная семье. И вот смотришь, и поднимается настроение. А это самое главное, когда художественное произведение тебя чему-то учит. Свои работы представили учащиеся школы искусств и художественные школы округа. Тема – времена года. Награждение лауреатов состоялось в третий день фестиваля. Среди победителей – ученицы детской школы искусств номер три Виктория Акимова. Я, в принципе, люблю тему зимы, поэтому она мне очень близка, и я решила поучаствовать. Я делала работу урока три. В принципе, это очень быстрый срок, потому что работа мне, правда, нравилась. Я горела ей. Это большая радость для меня. Вы не представляете, но так как я человек сама эмоциональный, я когда чувствую, что мои дети, у меня прям гусиная конжа появляется, знаете, на руках. Вот от счастья, от радости, потому что это действительно… Я знаю, сколько я в них вкладываю. На свете все просили, вся во звездами Кремля. Наша Родина, Россия, сердцу милая земля. В фестивале принимают участие и 13 хоровых коллективов. Одна из главных задач хормейстера – проявить интерес и любовь к пению. Хор – это мое главное хобби. И я вообще не только хором занимаюсь, еще пианино и сольфеджио. Ну, это входит тоже в хор. Хор я очень люблю. И надеюсь, мы еще тоже будем много выступать и занимать хорошие места. Мы уже на этой сцене выступаем не первый раз. И показали в этом году себя гораздо лучше, чем в прошлом году. Фестиваль завершится 29 февраля Большим галоконцертом. На нем выступят лучшие творческие коллективы и объявят обладателя Гран-при. Детство, детство, детство – это смерть и радость.